Всем привет! В этом видео я вам покажу приготовление чечевичного супа. По-турецки это называется мерджимек чорбасы. Для приготовления этого супа нам понадобится 2 средних картошки, 1 морковь и 1 средняя головка лука и стакан чечевицы. В предварительно разогретую кастрюлю добавляем подсолнечное масло, либо сливочное. Я добавила подсолнечное. Также добавляем морковь и лук, предварительно порезанный. Лук с морковкой ставим на медленный огонь и доводим до золотистой корочки. Каждая хозяйка готовит по-разному этот суп, но я приготовлю этот суп по особому рецепту, чтобы можно было давать маленькому ребенку. Далее берем 1 стакан чечевицы и ее хорошо промываем. Еще этот суп называют супом невесты. Эта легенда началась с 20 века на севере Турции. Жила девушка необычайно красивая, ее звали Эза. И она приготовила супругу своему из красной чечевицы и бугура этот суп. И так пошло название этого супа. На самом деле суп называется Эза Гелин Чорбаси. Но если соединить слово Эза и Гелин, означает в переводе чечевица. И так как наша сейчас морковочка и лучок уже зажарились, то добавляем сюда наш картофель и заливаем водой. Добавляем 4 стакана воды, это примерно получается 1 литр. И оставляем на медленный огонь, чтобы все сварилось. Как только картофель наш сварился, мы добавляем нашу чечевицу, потому как она очень быстро варится. Солим, перчим по вкусу. Я еще добавила щепотку тимьяна и щепотку мяты. Аромат стоит потрясающий. И варим буквально минут 5-7 до готовности. Отставляем и остужаем. Мне пришлось остудить суп, так как у меня чаша от блендера пластмассовая. И неизвестно, как он может себя повести. Заливаем все в блендер и доводим до кремообразного состояния. Вот так выглядит наш супчик. Подается с лимоном. Желательно выдавить хорошее количество лимона. И можно кушать. Всем, кому понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Пишите ниже под этим видео свои комментарии. И всем приятного аппетита!